Давайте поговорим про SL и TLS. Небольшое предисловие. Хотя я здесь разбираю пример с браузерами и сайтами, это относится к всему, что используют SL и TLS. Когда вы хотите зайти на свой любимый сайт, вы открываете браузер и тыкаете на закладку. На фоне происходит интернет, и ваш сайт открывается. Если перед названием вашего сайта красуется надпись HTTPS, а перед ним замочек, вы знаете, что ваше соединение с сайтом защищено. Это говорит вам браузер. Но откуда ваш браузер знает, что это так? Ведь ваши соединения обычно проходят через пару стран, десятки провайдеров, сотни оборудований и проводов. И все эти ребята видят каждый бит переданной информации. Каждый из них может оказаться злодеем, и даже ваш сосед по лестничной площадке может подключить ваш интернет-кабель к провайдеру через свое устройство, также шпионить за вами. Но людям не впервой передавать тайную информацию через недоверенные территории. Уже тысячелетиями люди это делают и без технологий. Для этого они используют шифрование. Значит, ваш браузер доверяет не вашему соединению, а шифрованию? Но если вспомнить фильмы, суть шифрования заключалась в том, что две стороны знают один общий алгоритм шифрования и расшифровки, и либо предварительно договариваются о нем, либо через доверенные каналы передают его друг другу. Значит ли это, что ваш браузер предварительно договорился со всеми сайтами? Или может на всех сайтах и браузерах один общий алгоритм шифрования? Тогда любой злоумышленник будет знать, как расшифровать ваше соединение. Кстати, такое шифрование называется симметричным, когда две стороны используют один алгоритм или ключ для шифрования и расшифровки. Значит, договориться заранее – это сложно. Надо как-то договориться во время подключения. Но если договариваться во время соединения, сгенерировать уникальный ключ, передать и начать шифроваться, то любой желающий в момент этого сговора увидит этот ключ и сможет расшифровать соединение. Но если сделать так, чтобы одна сторона могла только зашифровать, а вторая только расшифровать, то есть сделать два ключа и передать первый ключ для зашифровки первой стороне, то тот, кто посередине, не сможет расшифровать то, что зашифровала первая сторона. Ведь для расшифровки нужен второй ключ. Такой способ шифрования называется асимметричным. Ключ, который может зашифровать публичным, а второй, который расшифровывает, приватным. Окей, допустим, ваш браузер зашифровал какую-то информацию и передал серверу. Но если сервер зашифрует сообщение и пришлет вам, вы его расшифровать не сможете, потому что приватный ключ есть только на сервере, и глупо было бы передавать его по интернету. Но сервер-то должен вам прислать информацию. Вы, собственно, для этого на него и заходите. Поэтому, собственно, с помощью публичного ключа шифруется не любая информация, а конкретно симметричный ключ. Даже на самом деле не сам симметричный ключ, а при мастер-кей. Но это условности. Ваш браузер после того, как получил публичный ключ, генерирует при мастер-кей, шифрует его асимметричным ключом и передает на сервер. Эту передачу никто не может расшифровать, пока у него нет приватного ключа. После этого и у вас, и на сервере есть симметричные ключи шифрования. И вот теперь-то вы с сервером можете шифровать и расшифровать данные, так как вы точно знаете, что этот алгоритм знаете только вы и сервер. Такой механизм подключения называется RSA. Тем не менее, у RSA есть свои недостатки, как, например, использование псевдорандома для генерации ключа. И там ключи постоянно меняются, и расшифровка становится бессмысленной. Ну то есть как, для вашего логина на ПКБу такое шифрование сгодится, а вот доверять банковские данные, возможно, не стоит. Есть механизм чуть посложнее, алгоритм Диффи-Хеллмана. Тут при подключении обе стороны обмениваются публичными ключами. Каждый из них генерирует свой ключ, шифрует с помощью публичного ключа второй стороны, а потом, когда каждый из сторон будет иметь оба ключа, они специальным алгоритмом объединяют эти ключи. И вот этот третий ключ используется для симметричного шифрования. Но даже это далеко не предел. И этих криптографических протоколов и их комбинаций немало. Но я не хочу углубляться в дебри и шифрование, так что давайте продолжим. Предположим, ваш браузер уверен в том, что ваше соединение с сайтом защищено надежным шифрованием. Но как можно быть уверенным в том, что открытая вами страница это тот самый пикабу, а не муляж этого сайта? Ведь тот, кто встанет посередине, может с помощью подставных DNS-серверов и IP-адресов завернуть ваш трафик куда-то не туда. Так как проверить, сервер на той стороне тот самый или нет? В жизни, когда кому-то нужно подтвердить вашу личность, вы показываете ему ваше удостоверение личности. Это такая бумажка, выданная государством. Вы знаете, что проверяющий доверяет государству. А значит, этот человек убедится, что вы – это вы, потому что конкретно это удостоверение личности есть только у вас. Государство здесь – третья сторона, которой доверяет ваш собеседник. Точно так же в интернете есть третья сторона, называемые удостоверяющими центрами, которым доверяет ваш браузер или операционная система. Когда кому-то в интернете нужно, чтобы ему доверяли незнакомые пользователи, он отправляет запрос одному из удостоверяющих центров, где просит подписать его публичный ключ. Если третья сторона подтвердает личность запросившего, она подписывает этот запрос своим приватным ключом, и отправляет запросившему уже готовый публичный ключ. Теперь, когда ваш браузер обращается к незнакомому серверу в интернете, тот присылает вам свой публичный ключ с подписью от удостоверяющего центра. Если ваш браузер доверяет этому центру, а для этого в браузере должен быть публичный ключ с центра сертификации, то он доверится и публичному ключу с информацией о сервере, так называемому сертификату. Подводя итоги, ССЛ и ТЛС отвечают за асимметричное шифрование, когда вы устанавливаете соединение, симметричное шифрование для дальнейшей шифрованной связи и подтвердение третьей стороной подлинности одной или обоих из сторон. Вроде как неплохо. Ваш браузер не зря показывает замочек. Он уверен в сервере и уверен в том, что никто не расшифрует ваши соединения. Но ведь вас кое-что смущает, не так ли? Это мысль, что ваш браузер доверяется третьей стороне. И, прошу заметить, третья сторона – это не государственные органы, а вполне себе коммерческие компании. Еще немного масла в огонь. Бывали случаи, когда удостоверяющие центры теряли доверие. Ну да, ну да, ведь разработчики браузеров и операционных систем сделали все возможное, чтобы убедиться в качестве работы центров сертификации. Но, предположим, вы доверились разработчикам вашего браузера или операционной системы. Возможно ли, чтобы кто-нибудь недоверенный все-таки увидел то, что происходит между вами и сервером? Ну, тут есть три пути у злоумышленника. Путь первый – взломать сервер. Ведь когда сервер получает ваши данные, он их расшифровывает, а там уже можно и прочитать эти данные. Теоретически это возможно, практически зависит от компании и администраторов, которые стоят за этим сервером. Путь второй – взломать соединения. Кто-то вклинился в ваш трафик и пытается расшифровать ваши соединения. Периодически, конечно, находят уязвимости в тех же протоколах SSL и TLS. Или можно даже попытаться дешифровать ваши соединения, если у злоумышленника есть квантовый компьютер. Но в целом, это самый сложный из путей. Путь третий – взломать вас. Все, что нужно злоумышленнику – установить свой CA сертификат на вашу систему или браузер. Для этого хватит 20 секунд у вашего компьютера. Думаете, это сделать сложно? А между тем, немало компаний, кто использует этот метод для расшифровки соединения своих сотрудников. Да, в основном это делается, потому что весь плохой трафик нынче тоже проходит через HTTPS. А вообще, компании юридически обязаны предупреждать о расшифровке вашего трафика. Но ведь ваш расшифрованный трафик видит не только безликая машина, но и айтишники – люди, имеющие власть над вашими данными. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...